Симуром, Симуром Сьемиш, царями Гауссадуга, Дангастюна, Компания, пожалуйста. Да, ну, перед началом, опять же, хочется выразить благодарность организаторам конференции за то, что дали возможность выступить с докладом. Также хочу сказать, что работа выполнена совместно с моим научным руководителем, Кутерманом Александром Ильичем. Хочу поблагодарить всех, кто дошел до этого доклада. Вот, для меня это очень важно. Это мой первый доклад на конференции, тем не менее, прикол. Вот, ну, классическая теорема Гаусса-Люка, что он утверждает, что у нас есть многочин над комплексными числами, корни его производной лежат в выкупе обочек верноисхода. Ну, стандартная теорема, доказан в курсе алгебры или ТФКБ, вот, она там связана с распределением заряда, такая физическая интерпретация есть. Вот, ну, и довольно естественная задача, попробовать как-то экстраполировать этот результат на это многочин над Кутернионами. Вот, было предпринято несколько повыдок, до этого были какие-то работы, но как-то все безуспешно. Пока не вышла статья о Геоне Пероте, где они предложили вот такую вариацию этой теоремы, ну, что такое СН мы сейчас поговорим. Почему именно вариация? Они показали, у них есть класс контрпримеров, который показывает, что прямое обобщение, вообще говоря, не верно. Вот. Ну, и вот они предложили вот такую облочку, снейл. Она проделывается следующим образом. Вот здесь вот С, это такая минимо-единичная сфера, тоже потом говорю, что конкретно такое. Выпуковых облочек корней проекции этого многочленного. Да, мы тут даже разберемся. Вот. Последствии, получается, ну, и также из этой теоремы они выверли некоторые оценки на множество корней, ну, на модуль корней. Вот. Я, соответственно, усилил эти результаты. Давайте по порядку. Вот. Ну, предварительное исследование, вот как раз-таки вот это вот С, готическая, это вот минимо-единичная сфера, это то есть все экваторнионы, которые действительно сейчас равно нулю, а модуль равен единице. И, ну, обозначаем плоскость порожденную и, ну, как под алгебру H. Вот. И оказывается, что вот если вот И принадлежит этому С, то она, вот такая вот под алгебру, под алгебру, она изоморфимится. Вот там как изоморфизм строится, понятно. Вот. Это лема приведения клаторниона к хорошему виду, то есть если мы фиксируем такой вот И, то мы можем представлять клаторнион не как четверки действительных чисел, а как пара, как бы, комплексных чисел. Причем вот в таком вот разложении. Ну, это вот такой типа, как процесс Калли Диксона. Вот. Ну, вот пример, то есть если у нас там вот такой клаторнион, да, мы там зафиксируем такой И, ну, значит, мы можем представить вот в таком виде. Причем это же, ну, как бы, можем зафиксировать и все клаторнионы так представлять. Вот. Теперь надо еще понять вот, что, как мы будем это определять, потому что клаторнион вообще алгебра не коммутативная. Какие мы многочленные будем брать? Вот. Многочленные будем брать, как бы, классические. Почему? Ну, об этом можно почитать в статье Гордона Моцкина. Вообще, в принципе, в теории не коммутативных коллекций, когда они это вот такие вот многочленные рассматривают, потому что там есть хороший гомоморфизм. Вот. Производные мы тоже такое формальное выражение будем называть. Ну, и корнем, соответственно, то, что мы подставляем, не замаляется. Вот. Теперь определим проекцию. Что такое проекция? Вот. Рассмотрим многочлен. Давайте зафиксируем некоторый вот этот элемент из мнимоединичной сферы. Парадим под алгебру. Ну, это какой-то комплексная плоскость. И вот каждый коэффициентик ортогонально спроектируем на вот эту плоскость. Вот. У нас получится некоторый многочлен. И множество x, ну, вообще, x как бы подразумевается формальный символ, но давайте подразумевать, что это функциями. Вот. x подразумеваем, что берется из этой же комплексной плоскости. То есть мы получаем такой комплексный многочлен. Вот. Это будет вот эта вот проекция. И как раз-таки в формулировке Гиллони-Пироти вот используются вот такие проекции. Я же добавил еще проекции вот такие, когда у нас берутся еще октагональные дополнения. Правда, x все равно берутся из той же плоскости. У нас получается, на самом деле, два таких комплексных многочлена. То есть тоже надо понимать, что вот эти октагональные дополнения, там как раз-таки когда-то коэффициент G выносится, и это получается комплексный многочлен на коэффициент G. Вот. Ну вот, вам надо определить такие проекции. Ну, предложение. Вот как вообще связаны корни исходного многочлена с корнями проекции. Но, оказывается, это просто вот такой стресс по плоскости. То есть если мы берем вот корни, ну, ортогональные проекции, ортогонального дополнения вот этой, то это просто вот стресс такой вот. То есть это корни исходного многочлена, пересеченные с подалгебой вот этой комплекции. Вот. Ну, это пример, как это разбивается, все дело. Вот тоже история мы следует. Вот. И теперь что сделали? Вот у нас было снейл. Это как раз-таки мы брали объединение всех корней вот таких вот многочленов. Мы брали выпуклые облочки корней вот таких вот многочленов и объединяли их. Это было снейл. Это то, что предложили Гиллани Короте. Я же предлагаю объединение пересечений выпуклых облочек. Вот. На самом деле это в каком-то смысле более такая симметричная вещь. И как бы, ну, немножко в два раза, условно в два раза, а обрубает множество, которое было предоставлено данными авторами. Вот. Мы поймем, как вообще связаны эти множества. Здесь мы, получается, так, сейчас, да, тут опечатка, тут не опечатка, короче, тут должно быть вложение, оно неравенство. Короче, тут неравенство на вложение, но там не сильно отличается. В общем, что у нас получается, что вот это вот множество, оно на самом деле лежит внутри пересечения вот такой вот штуки, но это вот как раз-таки снейл. И вот такой вот штуки, которую с моего барского крюча я назвал ко-снейл, то есть пересечения двух таких симметричных штук. Вот. И теорему, которую я доказал, это то, что множество корней производной лежит вот в такой оболочке. Спрашивается, действительно ли это усиление джетата геони-перотия. То есть, если, к примеру, когда вот эта оболочка строго лежит в снейл, да, есть, я это предоставил. Вот здесь я не покажу, да, проверьте. Вот. Дальше. Была предоставлена, опять же, в той же статье геони-перотия, оценка на модуль корней. То есть, вот мы вводим такую норму на пространство на Гащенах. Вот. И тогда вот мы берем проекции, берем норму этих проекций, берем супремум по нормам этих проекций. И тогда вот корни производной, они не превосходят этого супремума. Опять же, я предоставил вот такую вот вариацию этой темы. То есть, мы берем супремум из двух минимумов проекции, ну, это главное дополнение. Вот. И опять же, спрашивается, действительно является улучшением? Да, действительно, привел примеры, когда оценка, вот эта оценка лучше, чем вот эта. Ну, и в принципе, все. Быстренький доклад получился. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. У вас рассматривается гайки, которые катернионы на ДЭР. Можно ли что-то подобное делать для оборщенных катернионов? Ну, вы имеете в виду над произвольными полями или для взвешенных катерников? Ну, над произвольными полями, если бы. Ну, тогда не понятно, что такое выпукла бочка. Ну, может, для каких-то специальных полей, где какие-то, походу, же термины есть. Ну, возможно, там какие-нибудь, не знаю, в которых есть какая-нибудь метрика, не метрика. Ну, может быть. Может быть. Не знаю. Об этом я не думал. Я думал о следующем, что этот результат можно обобщить, ну, так называемый обобщенный, не коммунитивный катернион. То есть, когда у нас по-дому выглядит что-то типа, ну, там, 1, ну, и так далее. То есть, когда у нас x, она как бы не подразумевается центрально. Также это можно обобщать на катернионы. Ну, то есть, это то, о чем я думаю. Ну, вот, если мы произвольными полями, то есть, я не очень представляю. Может быть, с какой-то структурой такой вот линейной, да. А вот для многочинностей в маленькой степени можно как-то еще уточнить от положения кредитов из-за отдыха? Да. Вот для многочинностей в степени 2 вообще прямая формулировка верна. Вот. Для многочинностей в степени больше 2 это уже неверно. А для кубических? Для кубических это неверно. Ну, то есть, там вот контрпримеры, они вот начинаются с 3, ну, с степени 3, и дальше там все плохо. Еще следующий шаг в процессе кондитивственного дактониода. Да. То есть, там, правда, уже ассоциативно. Там уже, там уже комплектно умается. Ну, возможно, ну, то есть, тоже об этом думали. Вот. И я даже что-то там немножечко порешал. Ну, не совсем, то есть, не спрашивайте, что я порешал. Вот. Но там, кажется, что придется еще какой-то докручивать, ну, облочку. То есть, такое ощущение, что прямое обобщение того, что здесь, оно неверно. Но я пока не нашел какого-то примера. Зачем вопросом? А может, он вместо тела ставит просто матрица? В каком-то смысле, кто-то от него, он и там, кто-то матрица. Да, 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 да. Да, да, и такая задача стоит тоже. Это вот то, что мы поставили с Александром Емельевичем. То есть, обобщить эту матрицу, да, такая здравая задача, довольно-таки естественная. Вот. Ну, да. И там, как бы, нам 2 на 2 будет, нам 2 на 2 надо 3 на 3. Да, да, да. Ну, на самом деле, да, это в каком-то смысле частный случай матрица, потому что там есть мономорфизм из квадронионов в матрице. Ещё вопросы? По-моему, прекрасный вопрос, Лёна. В первом раз. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...